Давайте теперь обсудим, как происходит компиляция шаблонов в C++. Каждый шаблон отдельно и независимо компилируется для каждого набора шаблонных параметров, с которыми он используется. Компиляция шаблона для конкретного набора шаблонных параметров называется инстанцированием шаблона. Такая компиляция происходит в точке первого использования данного шаблона с данным набором шаблонных параметров. Такую точку называют точкой инстанцирования шаблона. Например, если у нас в программе используется array от double, то точка, в которой данный массив от double упоминается в первый раз, например, определение переменной типа array от double, массив из 10 элементов. Такое упоминание array от double будет точкой инстанцирования шаблона array для типа double. Если где-то дальше мы будем использовать array от int, и это будет первым упоминанием array от int, то это будет точка инстанцирования шаблона array для типа int. Если мы после этого снова определим array от double, то к этому моменту компилятор уже будет иметь скомпилированный код array от double, и ему ничего инстанцировать здесь не придется. Важно отметить, что компиляция шаблонов классов ленивая. Это значит, что компилируются только те методы, которые вызываются. Более того, каждый метод по сути является шаблонной функцией. То есть у него тоже есть своя точка инстанцирования, и это точка инстанцирования места, в котором он впервые вызывается. Например, если у типа array от double мы не будем вызывать никаких дополнительных методов, мы будем просто определять переменные типа array от double и дальше про них забывать, то для данного типа будут скомпилированы всего два метода. Это будет конструктор, причем конструктор от количества элементов, который вызывается вот здесь вот при определении переменной типа array от double. И деструктор. Ну, деструктор в какой-то момент будет вызван, либо при выходе из функции, в которой эта переменная определена, либо при выходе из программы, если эта переменная глобальная. Таким образом, если в каких-то других методах у вас есть ошибки, ну, например, там делается некоторая операция, которая для double не определена, например, вызов метода size значения типа double, то данный метод не будет скомпилирован для типа double, и эта ошибка не проявится. Это довольно частая ситуация, когда вы пишете некоторые шаблонные классы, думаете, что он работает, но на самом деле просто какие-то методы не компилируются. То есть синтаксически они должны быть правильными, но никто не проверяет, что при конкретном типе t этот метод имеет какое-то значение. То есть там, например, для типа t double все будет работать. Об этом надо помнить, и если вы хотите явно протестировать ваш шаблонный класс, надо проверить, что все методы вызываются, действительно компилируются, и все с ними хорошо. Следующий важный момент. В точке инстансирования шаблона шаблон должен быть полностью определён. Откуда берётся такое требование? Дело в том, что для того, чтобы инстансировать шаблон для конкретного значения шаблонных параметров, компилятору нужно сделать следующее. Ему нужно взять определение шаблона, заменить формальные шаблонные параметры на конкретные значения этих шаблонных параметров и скомпилировать этот шаблон. Таким образом, в точке инстанцирования компилятору необходимо знать полное определение шаблона Поэтому у вас не получится разделить шаблон на объявления в заголовочном файле и определения в cpp-файле Если вы хотите использовать его более чем в одном cpp-файле Поэтому шаблоны следует определять в заголовочных файлах Для того, чтобы это доставляло меньше проблем, все шаблонные функции и шаблонные методы по умолчанию являются inline Важно отметить также, что компиляция в различных единицах трансляции происходит независимо То есть в каждой единице трансляции для каждого шаблона и каждого набора шаблонных параметров, с которыми он используется, будет своя точка инстанцирования